МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ответственное право Иван заслужил добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Ассистенты у Знамени Победы – сержант Илья Дерешев и рядовой Иван Родионов. Командир знаменной группы – офицер штаба Центрального военного округа – капитан Александр Фрунзе. Государственный флаг Российской Федерации несет сержант Антон Мальчугов, ассистенты знаменосца – сержант Андрей Желудков и рядовой Михаил Долженко. Ритуал вноса знамен сопровождается музыкой из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача «Священная война», ставшей символом несгибаемого духа нашего народа. Битва за Берлин – последняя крупномасштабная операция советских войск в Великой Отечественной войне. Она была тяжелой и кровопролитной. Продолжалось 23 дня. 185 тысяч наших воинов отдали свои жизни в логове немецкого фашизма. Знамя победы, водруженное 73 года назад над Рейхстагом, принадлежало 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени и 3-й дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Части 3-й ударной армии под командованием генерала Кузнецова первыми вошли в Берлин. Военный совет армии принял решение – передовой отряд должен водрузить знамя над Рейхстагом. По числу дивизий было изготовлено 9 знамен. Знамя номер 5 было вручено 150-й стрелковой дивизии. Именно ее подразделение штурмом брали Рейхстаг. Вечером 30 апреля 1945 года после ожесточенного боя разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили алое полотнище на крыше Рейхстага. Именно этот флаг увековечен в истории. Сегодня знамя победы – символ мужества и преемственности славных боевых традиций тех, кто поверг фашизм в самой тяжелой, самой кровопролитной в истории войне. Молодые офицеры от имени своего поколения утверждают, что не уронят чести отцов, дедов и прадедов, что российское оружие в надежных руках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Для встречи слева на Крау!» Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности и солдатскому долгу, вы сокрушили гитлеровскую военную машину. Низкий вам поклон и долгих лет жизни. Сегодня, в вашу честь, мы вновь поднимаем знамена и славим ваш великий ратный и трудовой подвиг. Перед вами в парадном строю ваши внуки и правнуки. Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывать парад будут под вами парадную летопись Великой Отечественной войны. Дорогие наши ветераны, на вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Вы ощутили на себе все ужасы военного лихолетия. Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности и солдатскому долгу, вы сокрушили гитлеровскую военную машину. Низкий вам поклон и долгих лет жизни. Сегодня, в вашу честь, мы вновь поднимаем знамена и славим ваш великий ратный и трудовой подвиг. Перед вами в парадном строю ваши внуки и правнуки. Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывать парад будут воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища, юноармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Они достойны памяти солдат Великой Отечественной войны. Они держат равнение на знамя победы и готовы защищать Россию так же, как их прадеды. Уважаемые ветераны! Все ужины ужасы военного лихолетия. Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности и солдатскому долгу, вы сокрушили гитлеровскую военную машину. Низкий вам поклон и долгих лет жизни. Сегодня, в вашу честь, мы вновь поднимаем знамена и славим ваш великий ратный и трудовой подвиг. Перед вами в парадном строю ваши внуки и правнуки. Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывать парад будут воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища, юноармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Они достойны памяти солдат Великой Отечественной войны. Они держат равнение на знамя победы и готовы защищать Россию так же, как их прадеды. Уважаемые ветераны, военнослужащие и граждане Екатеринбурга, с праздником, с Днем Великой Победы, слава ветеранам-фронтовикам, слава великому нашему народу, народу-победителю. Ура! С праздником, с Днем Великой Победы, слава ветеранам-фронтовикам, слава великому нашему народу, народу-победителю. Ура! 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 Парад! Смирно! К торжественному маршу! Ворота! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Войск! 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 Торжественное шествие войск открывает командующий парадом генерал-лейтенант Хасан Калоев. Вслед за головной машиной идут барабанщики, воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища. Они задают темп и ритм движений парадных расчетов. Возглавляет коробку барабанщиков старший воспитатель, подполковник запаса Евгений Булгаков. За 73 года существования Екатеринбургского Суворовского военного училища выпустило более 17 тысяч суворовцев. Среди них 12 героев Советского Союза и Российской Федерации. Восемь из них награждены посмертно. 54 человека удостоены высшего воинского звания генерал. Более 700 выпускников стали докторами и кандидатами наук, академиками и профессорами. В строю воспитанники и отличники учебы старший вице-сержант Дмитрий Брюханов, Суворовец Роман Салихов и другие. Руководит училищем полковник запаса Юрий Затанацкий. Перед трибуной знаменная группа. Величественно развиваются знамя победы и государственный флаг России. Возглавляет знаменосцев офицер штаба Центрального военного округа капитан Александр Фрунзе. Чеканя шаг в форме трех видов вооруженных сил проходит рота почетного караукла Екатеринбургского гарнизона. Возглавляет парадный расчет капитан Евгений Найданов. В строю отличники боевой подготовки рядовые Константин Иванов и Иван Родионов. Вслед за ними маршируют вас. С тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте. В горле сдержите стоны. В горле сдержите стоны. В памяти вашей. В памяти вашей. Будьте достойны. Вечно достойны. Хлебом и песней. Мечтой и стихами. С жизнью просторной. Каждой секундой. Каждым дыханием. Будьте достойны. Стойны. Будьте достойны. Пмcut. Редактор – Субтитры подогнал «Симон» 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 Среди выпускников Герой Советского Союза Леонид Телятников и Герой Российской Федерации Валерий Замараев. Институт является одним из старейших вузов МЧС России. В строю курсанты-девушки, среди них отличница учебы Наталья Колодкина. Перед трибуной парадный расчет Уральского округа войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Командует округом генерал-лейтенант Александр Попов. В едином строю Чеканя-Шаг проходят военнослужащие подразделений сил специального назначения Росгвардии. Возглавляет парадный расчет заместитель командира дивизии полковник Денис Горохов. Боевое знамя в руках командира взвода роты специального назначения старшего лейтенанта Александра Прохоренко. Еще одна прославленная Уральская воинская часть войск Национальной Гвардии морской отряд, парадный расчет которого возглавляет заместитель командира капитана 2-го ранга Магомед Расул Магомедов. Флаг морских частей Росгвардии несет командиров свода сторожевых катеров старший лейтенант Константин Воронин. На площади парадный расчет главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области. Его возглавляет майор внутренней службы Михаил Михеев. Сводная парадная рота включает в себя лучших офицеров. За их плечами командировки на Северный Кавказ и нелегкие трудовые пути. В парадном строю подразделение регионального управления военной полиции под Центральному военному округу. Возглавляет строй начальник отдела. Подполковник Геннадий Макаров. Подразделения военной полиции сформированы в 2011 году. Личный состав принимал участие в спецоперасе Сирийской Арабской Республики. Завершает прохождение пешей колонны парадный расчет отдельной десантно-штурмовой бригады под командованием гвардии полковника Андрея Стесева. Бригада является миротворческим соединением, полностью укомплектованная военнослужащими по контракту. Занимает одно из лидирующих мест по боевой подготовке среди подразделений. Воздушно-десантных войск возглавляет парадный расчет командир десантно-штурмового батальона гвардии майор Владимир Захаров. Флаг воздушно-десантных войск в руках заместителя командира батальона по работе с личным составом гвардии капитана Сергея Назарова. Флаг воздушно-десантных войск в руках заместителя командир десантно-штурмового батальона по работе с личным составом гвардии майор Владимир Захаров. Только что по площади 1905 года прошли лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального военного округа. Десантники, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов. А многочисленные зрители, собравшиеся в самом центре столицы Урала, сейчас слышат грозный рев моторов, находятся в предвкушении продолжения парада. На площадку выезжает механизированная колонна парада. Возглавляет колонну, прославленный в боях Великой Отечественной войны, танк Т-34. Выпущенный в 1943 году Нижне-Тагильским заводом, эти боевые машины наводили ужас на врага. С боевыми знаменами на башнях они первыми рвались в вражеские города. Тридцатьчетверки прошли славный боевой путь от Курской дуги до Праги и Берлина. Совершили героический переход через пустыню Гоби и Хинган. По оценке специалистов, Т-34 — лучший танк Второй мировой войны. Он по праву считается одним из самых узнаваемых символов победы. Перед трибунами проходят бронированные автомобили «Тигр», состоящие на вооружении подразделений специального назначения. Автомобиль способен двигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды вброд. На площади танк Т-72Б3. Сегодня за рычагами грозных боевых машин внуки и правнуки героических танкистов Великой Отечественной войны. Т-72 — это сочетание силы, огневой мощи и маневренности. Экипаж танка — три человека. Вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка. Перед вами в парадном строю колесные бронетранспортеры БТР-82АМ. Огневая мощь вдвое превышает возможность пришественников. Вместо пулеметной башенной установки новая машина получила дистанционно управляемый боевой модуль. По брусчатке движется вооружение, военная техника, ракетных войск и артиллерии. Перед вами самоходная гаубица МСТАЭС, предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, пунктов управления пехоты и бронированной техники противника. В парадном строю четырехосные бронированные артиллерийские тягачи «Медведь» на базе автомобиля КАМАЗ. Он транспортирует 152-мм гаубицу МСТАЭС. Дальность сведения огня из буксируемой гаубицы — более 24 километров. Она является эффективным огневым средством поражения противника. На площади противотанковая буксируемая пушка «Арапира». Главное её преимущество — небольшой вес, высокая точность и надёжность бою. Пушку буксирует автомобиль «Урал». За ними следуют специальные транспортные средства с многофункциональным беспилотным комплексом «Арлан». Комплекс предназначен для ведения наблюдения, определения координат и трансляции целей для поражения всеми видами боевых машин. Перед трибунами — наследники легендарных «Кадюш» реактивные системы залпового огня «Град», предназначены для поражения открытой живой силы противника и лёгко бронированной техники. В парадном строю самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Он способен нанести удар высокоточными ракетами по целям на дальность до 500 километров. К трибунам приближается вооружение военная техника войск противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы средней дальности «УК-М1», предназначены для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Перед вами и зенитно-ракетные системы большой дальности С-403 «УМФ» обеспечивают эффективное отражение массированных налётов. Современные перспективные средства воздушного и космического нападения в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и способны выполнить боевую задачу в любых погодных условиях. На главной площади Урала зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения. Впервые перед трибунами проходят армейские мотовестиходы АМ1, предназначенные для ведения дозорных и рейдовых действий в различных климатических условиях. Они являются надёжными помощниками военнослужащих, разведывательных и специальных подразделений. К трибунам приближаются автомобили повышенной проходимости УАЗ. Предназначенные для эксплуатации на дорогах всех категорий и бездорожья, они нашли широкое применение в вооружённых силах. На брусчатке и бронеавтомобиль повышенной защищённости «Тайфун-Ка». Предназначенные для перевозки личного состава, они созданы усилиями более 120 предприятий страны. Комбинированная бронезащита, противоминная защита и герметично обитаемое пространство машин обеспечивают круговую защиту военнослужащих. Перед трибунами проходят машины комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха». Комплекс предназначен для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных объектов. За ними исследует машина связи и управление на базе КАМАЗ. Они предназначены для быстрого развертывания цифровых линий связи и сетей беспроводного доступа. На площади 1905 года техника войск радиационной, химической и биологической защиты разведывательные химические машины РХМ-6, выполненные на базе колёсного бронетранспортера. За ними следуют модернизированные тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А, предназначенные для вывода и нестроя лёгкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. Перед вами БМО-Т, тяжёлые боевые машины огнемётчиков, предназначенные для транспортировки личного состава, огнемётного отделения и его вооружения в условиях огневого контакта с противником. На брусчатке вооружение военная техника подразделений материально-технического обеспечения перед вами автотопливозаправщики на базе автомобиля КАМАЗ повышенной проходимости. За ними следует лёгкая колёсно-ремонтная эвакуационная машина РМКЛ. Благодаря входящему в её состав инструменту и оборудованию, она способна провести ремонт любой неисправной колёсной техники. Завершает проход механизированной колонны многоцелевой автомобиль повышенной проходимости в бронированном корпусе «Тигр», который также стоит на вооружении военной полиции. Автомобиль прекрасно зарекомендовал себя в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Завершает торжественное прохождение войск сводный военный оркестр. В составе оркестра вошли военные музыканты Иландского, Кытлынского, Чебаркульского, Ивского, Екатеринбургских гарнизонов и Уральского округа, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет сводный оркестр начальник военно-оркестровой службы Центрального военного округа подполковник Сергей Алиев. В оркестровом строю военные дирижеры капитан Сергей Чубенко, капитан Сергей Квачев, старший лейтенант Дмитрий Быков. В составе оркестровой коробки оркестр штаба Уральского округа, войск Национальной гвардии Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов военных оркестров. Начальник военного оркестра, заслуженный артист Российской Федерации, подполковник Валерий Беликов. В параде принимают участие военнослужащие военных оркестров, которые были направлены в служебную командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Военные дирижеры майор Роман Лишенко, майор Станислав Ткач, старший сержант Николай Кутлакаев, сержант Руслан Ахтемьянов, старший сержант Максим Важенин, старший сержант Борис Швакин. Во время парада оркестр исполнил лучшие произведения русских, советских и российских композиторов. Парад завершает марш прощания славянки, написанный более ста лет назад композитором, военным дирижером, полковником Василием Агамкиным. Уважаемые гости, ветераны Великой Отечественной войны.